Ребята, всем привет! С вами Коунова Аня. Ну что ж, начнем по порядку. Это мой обзор продукции компании Фаберлик. Смотрите. Ну, во-первых, появился кофе. Сейчас я вам про него расскажу. Это мне нападало в подарок восстанавливающий, очищающий кондиционер. Ну, посмотрим. Я уже его особо и не помню. Сто лет его не заказывала. Да, тут я думаю всем консультантам, кто заказывает, падает такое. Далее. Я заказала 20 стаканчиков, потому что вы представляете, у нас сколько сервизов было просто обалдеть. Много, сколько было. И все как-то перебилось, переразбилось. Я пошла на сайте посмотреть, да, прежде чем покупать в магазине. Я думаю, посмотрю на сайте. Ну, а что, красивые такие стаканы. Классно на застолье. Я думаю, почему бы не заказать. Взяла 20 штучек. Артикул 910.079. Это стакан для воды. 350 мл. Высота 14,5 см. И материал барокатный, боросиликатный, извините, стекло. Ну, вот. Такая вот тут золотая каймовочка. Ну, я думаю, самый-самый симпатичный стаканчик. Хорошенький этот с вулканическим этим покрытием. Да, очень так красиво, приятно. Мне нравится. Далее, наконец-то, появился питательное масло для ногтей и кутикулы. Его очень долго не было. Я так понимаю, штука классная. Понравилась не только мне. За ним ухаживать одно удовольствие. Это такое вот маслице, да, то есть на кутикулку его кладете и втираете. Отличное маслице, да, то есть таким вот образом. Оно и для ногтей, и для самой кутикулы ухаживает. В принципе, очень даже великолепно. Мне вообще нравится вот эта вещь. Она у меня постоянно стоит. Осталось уже совсем чуть-чуть. Я думала, уже все. Ну, значит, он увлажняет, смягчает, придает эластичность, замедляет рост кутикулы. Далее предотвращает появление трещин и заусенцев. и тут же идет в составе фейерверк из драгоценных капель для красоты ваших, получается, ногтей. Комплекс масел органы, жжоба, авокадо, миндаля. Ну, понятно. Вот я, кстати, не посмотрела. Ну, классная, классная аннотация. И причем, я же делаю вот это покрытие гель-лаком. И у меня частенько бывает такое, что кутикула за 2-3 недели доезжает уже, ну, как ни кутикула, ноготь, да, отрастает вот где-то вот так примерно. И я вот это место, все, вот этот весь голый ноготь прорабатываю обычной старой кисточкой для макияжа, которая вот сюда макается. Очень хорошо. Далее, смотрите, все, мы полностью переходим на эту соль. Мы ее все протестировали, никакой разницы от обычной соли. Вот именно это вот уэльское я не увидела. Она мелкая, она классная, артикул 161-46, но, как вы понимаете, она содержит коллаген, пищевые волокна, на 30% меньше натрия, и это правильная соль. Прям сажусь на нее, все, прям вся еда с ней, все супы с ней, все отлично. Никаких нареканий нет продукту. Все остальные, а мне еще спрашивали, как открыть. Ну, во-первых, вот это вот мы обдираем, вот эту вот пленочку, да, ой, какая тугая. Проще было разрезать ножницами. Да, и вот тут, как вы видите, есть такая вот дырочка, да, вот она идет. Вы ее протыкаете таким вот образом, да, чем-нибудь тверденьким протыкаете, и можете сыпать побольше, сыпать, вот солить. У нас прям на столе оно стоит в виде солонки. Мы даже солонку эту соль не пересыпали, потому что тут очень удобно этим пользоваться. Или дырочка побольше уже получается, да, то есть очень легко. Дальше, кофе, ребят. Значит, что хочется сказать про кофе. Мне кофе понравился на вкус. Слава Богу, никаких претензий нету. Я кофеманка, я кофе очень люблю. Конечно, вот наши кофе, они содержат два компонента, кофеин и теобромин. Действие кофеина всем известно, он бодрит и надолго заряжает энергией. А вот теобромин это полная противоположность кофеину. Он расслабляет, он успокаивает. И чем больше в составе зерна кофеина, тем ощутимее эффект в бодрости и напротив. Чем больше баланс смещен в сторону теобромина, тем спокойнее мы реагируем на выпитую чашечку кофе. И новая уникальная коллекция утро и день как раз таки от нашего нечаяфомы или клаф, она как раз основана на правильном балансе кофеина и теобромина в составе зерна и позволяет нам с вами выбирать желаемый эффект. Кофе утро это ключик для позитивного энергетического начала, бодрости дня хватит надолго, а кофе день он создан для уютной кофейной паузы. В его составе больше теобромина, поэтому он дает совсем легкую бодрость, которая не помешает вам заснуть. Вот, и получается, что мы отдыхаем, пополняем запас энергии и приступаем к делам с новыми силами, но нормально вечером засыпаем. Поэтому, я думаю, вот прям эта линейка, да, то есть получается, она у нас с вами еще и с изюминкой идет. И смотрите, у нас с вами есть кофе жареный молотый, вот, и кофе жареный в зернах, и это кофе утро, а кофе день это жареный молотый и кофе жареный в зернах. Кофе машины у нас пока нету. Так, кофе молотый, кофе молотый, так, а где-то у меня кофе в зернах-то, а вот он, да, кофе в зернах получается. Вот, и пока в зернах я не попробовала, потому что у меня нет ни турки, ни кофе машины, ничего, Мы пьем растворимый кофе, но только по той простой причине, что я гипертоник. Я понимаю, что в обычном кофе, в растворимом, да, там нету того, что мне поднимает давление, да. А тут все-таки кофе натуральный, я так понимаю. И это, конечно, не очень так хорошо для меня, но я так понимаю, что я буду пить кофе день куда больше, чем кофе утро. Это здорово. Вот, значит, что у нас дальше получается. На вкус, значит, кофе молотый, вот отборные сорта, доброе утро. Он такой мне показался горьковатый, вот если вот посмотреть, как его готовить, вот по этим вот, да, дозировкам, то это, конечно, очень крепко. И такой легкий-легкий привкус есть такой вот кофейной кислиночки, да. То есть 16.046 мне понравился. И понравился, конечно же, и вот этот кофе. То есть он обычный, 16.047. Но он обычно меня ничем не удивил, и это, конечно же, радует. Почему радует? Потому что, когда ты переходишь с одного на другой кофе, то получается, ну, такое, да. То есть сразу же чувствуется, что ты привык к тому аромату. А этот как-то вот он, знаете, такой нейтральный, классный вот классический аромат. Именно обычного такого, кстати, хорошего, качественного кофе, вот на мой взгляд. Далее, значит, у нас еще появится кофе ароматерапия. Это сливочная ваниль, красный апельсин, миндаль, лесной орех. Пока у меня не было возможности этот кофе заказать. То есть я заказала только классический. Вот. Ну все, про кофе я вам все рассказала. Могу сказать, что в зернах я буду пробовать только тогда, когда уже приеду с отдыха и приеду из Челябинска от семьи Заварухиных. Кстати, в Челябинск вы еще можете тоже записаться, если вам захочется. У нас там 26-го, 27-го, вернее, мероприятие, хорошее, классное. А далее я обнаружила, что у меня муж ходит без носков. Значит, купила ему три пары черные, светло-серые и темно-серые. С артикулом получатся 820-445 в 43-44 размере. Они тут идут такие невысокие, очень даже приятные. В общем-то, пусть носик изнашивает. Хотела заказать по три штучки, потом думаю, не помню, нравится ему такие или не нравится. Он сказал, что ему такие нравятся, а вот слитки, слитки ему не понравились. То есть он больше не хочет, чтобы я ему брала слитки. А вот такие вот, да, укороченные носочки ему очень даже хорошо подошли. Он довольный, да, то есть это получаются серенькие. Тут идут такие зелененькие, серенькие-зелененькие и черненькие. То есть все отлично. Вот, и вторая упаковочка. Тут они больше идут светлые. Не знаю, что нам Фаберлик белые не делает, как обычно. Белые, конечно, у нас более востребованы. Это синие, голубые и серые. Тоже все здорово. Они точно-точно такие же, ничем не отличаются. Износостойкость у них нормальная. Тут идет три пары в заказе. Артикул 43-44, 70 хлопок, 28 полиэстер. Вот у этих артикул 820-443. В принципе, классненькие. Также хочу вам рассказать про наше новое желе. У меня его очень сильно просят и каждый раз в комментариях спрашивают. Ну что, мы его израсходовали. Израсходовали с профессиональным массажистом с 20-летним стажем. То есть женщина такая уже мудрая. Сказала, что в принципе здорово, классно. На все тело она мне делает массаж. Конечно, на лицо она не желе делает. Но на все остальное она делает именно желе. И действительно нежнейшая текстура желе дарит коже мягкость, бархатистость. Плюс ко всему, оно действительно вот с ним и аромат приятный. И не бьющий в нос. И оно скользит, скользит, скользит очень долго. Оно очень комфортное, суперское. Но у него есть один такой вот минус, нюанс, я бы вам сказала. После него оно вроде бы на коже не чувствуется, да. Но я начала, допустим, одевать штаны, штаны застряли. То есть оно как будто бы не липнет, но кожа становится такая. В общем, надо его смывать. Я так понимаю, его надо смывать или наносить поменьше. Вот. Но на самом деле, да, штука классная, штука хорошая. Я вот сейчас все закончу и буду вот именно только это желе на массаже заказывать. Мне понравилось, я довольна. Далее, как обычно, наши салфеточки. Я думаю, уже в каждом они обзоре я тут заказала 5 штук. Потому что мы едем. Артикул 1798. Чем они мне нравятся? 0+. Они, ребят, классные. И их тут 60 штук в упаковке. Далее, не знав, что желе такое хорошее, это я заказала для себя в дорогу, в отпуск. Различное молочко для тела. Вот. Почему так много? Ну, потому что хотелось, чтобы, если что-то останется, мне это и сделают на массаж. Но вот думаю, не маловато ли опять, да. То есть отдых 10 дней, солнце, 40 градусов жары. Вот. Я, конечно, переживаю. Но посмотрим, да. То есть взяла нежное для чувствительной кожи. Мне оно всегда очень нравилось. 8690. А взяла вот такое. Я даже не помню, пробовала ли я его до этого. Витаминное молочко для тела. Почему именно молочко? Потому что оно не жирнит кожу. Оно полностью впитывается. И вот такие вот легкие составчики мне прям к душе. И к телу. Да, 2370 получается киви. Далее, значит, такое молочко для тела абсолютно без каких-либо ароматов. Там есть аромат, но он практически незаметен. Он идет с сафродизиаками. Артикул 8719. Вот про него скажу, что оно легкое, классное. Вот. Кто любит прям, чтобы пахло тело вкусно. Нет. Тут этого нету абсолютно. И вот такое вот с ярким таким сильным ароматом. Миндаля. Молочного миндаля. Артикул 1844. Вот взяла, вот это нам с мужем и с няней. Да, то есть дочке я запасаюсь детским кремом, кучей детского крема. А это нам, да. То есть, но мы еще берем пассион после загара. И, скорее всего, чаще всего будем им же и пользоваться. Далее, так как я, не начав тестировать, поняла, что мне шампуня не хватит. Вот этого, нашей новой новинки. Я заказала второй шампунь, чтобы уже тестировать, например, целый месяц мыться только вот этим шампунем. Мою голову я часто... Это получается из-за того, что у меня и спорт через день, и массаж, и так далее. И все равно морается, да. Все равно волосы мораются. Хотя я активно пользуюсь сухим шампунем. Но реже, чем раз в три дня у меня голову мыть не получается. И что выходит? Значит, этот шампунь, такое чувство, что он сильно потные волосы, он не промывает. Мне не хватило, мне не хватило как раз-таки его моющих способностей. Во-вторых, он до такой степени густой, что остатки шампуня не знаешь, как достать. Наоборот, вы его поставите, может быть, так, но в ванной он вечно падает почему-то, потому что задели, да? Да, ветерок подул, он упадет. Вот, и ждать, пока эта густая эмульсия дойдет вот до конца, стоять, встряхивать, как градусник, долго-придолго, и знать, что там еще раз на три помыть голову, а оно уже не достается, это, конечно, чересчур. Он слишком густой для такого тюбика. Тюбик должен быть другой абсолютно. Тут, конечно, мне кажется, это идет недоработка. То есть я вот так открыла и долго-долго стою, жду, да, то есть и надавливать очень сложно его, да, видите его густоту. Он реально такой вот густой, вот потекло, да, реально такой вот он густой. Запах какой-то такой кисловатый, прикольный, ну, особо нету его, да, то есть вот, поэтому я открываю таким вот образом его и вот просто выливаю на руку, потому что по-другому никак, ребят. Вот вы его даже вот так вот переверните, он у вас даже не капнет и не выльется, вот как он густой. В общем, шампунь, я просто его домою, но хочу сказать, что это не мое. Я слишком, наверное, грязная, он меня не отмывает, так, как мне хочется. То есть мне нужно промыть голову три раза вместо двух. Далее, значит, маска-бальзам. Вы знаете, она мне понравилась. Я ее хочу тестировать дальше и закажу еще. Я говорю, 12.75, потом расскажу про нее подробнее. Она прям такая хорошенькая. Далее, смотрите, значит, крем для тела, универсальный крем для лица, рук и тела. Love. Артикул 2608. Тоже понравилось. Кстати, массажистке моей он тоже понравился. Будем пробовать. Я решила заказать кучу разных кремов, да. Это моей Викузьке, амалафтилен. Берем его с собой тоже на отдых обязательно. Он тут идет от всего, да. То есть вообще от всего. Тут есть и витамины Е, Ф, есть, получается, жожоба, бурити, кедр, масляные экстракты, конский каштан, депантенол, коллоидное серебро, мумио, ионы цинка. В общем, такая штука, можно сказать, чуть ли не аптечная мазь. Артикул 7912. Но он от всего. От любого укуса, раздражения, ожога. В общем, от всего. Далее увлажняющий или полосен для тела. Ребята, очень мне понравился. Хорошо впитывается. Не остается на теле абсолютно. А запах такой, знаете, никакой. Это классно. 150 мл. Вот хочу еще потестировать. Но по идее он для того, чтобы восстанавливать целостность кожного барьера. Нормализует гидролипидный баланс. Кожу увлажняет, питает, смягчает, балансирует микробиом кожи. Прям все про него написали идеально. Такой вот он и есть. Он такой, знаете, интересный. То есть у него консистенция очень такая, видите, такая жидковата. Но когда вы его начинаете наносить, он превращается как будто бы в какую-то мазь, да. Видите, такие полосочки крема. Вот мне кажется, он такой идет ближе к космецевтике, что ли. Аромат тоже такой нежный, легкий, приятный, классный. Далее увлажняющий суфлет для тела. Тоже хочется его попробовать. Я уже забыла про него. 8396. Уже забыла его действия. Все забыла. Буду смотреть. Прям даже хочется его, знаете, понюхать. Я забыла аромат. Я вообще люблю, любитель кокосовых ароматов. Честно вам скажу. Прям любитель. А, ну да, такой суфле. Ну да, такой кокосик молочный. Я помню, что для крем-линеечка, она вообще классная. То есть шампуни мне, линейки для крем не подошли, но мне очень хорошо подошли вот эти увлажняющие всякие различные кремчики. И они действительно кожу выручают и так здорово. Ну, конечно, да, очень нравится такой прям мощный аромат кокоса. Это ультрапитательный крем для лица, рук и тела зима. В этом году я его последний раз заказываю. Тоже хочу, прям все в креме, да, у меня все руки. Тоже хочу вот во время массажа поиспользовать, посмотреть, что массажистка скажет. Кремов надо много, потому что массаж будут делать еще и моему папуле. Если я его уговорю приехать, будут еще его проделывать. А он вообще сухущий. Он сухущий. У него кожа, как у меня, весь пересох. А я не могу. Ребят, оказывается, муж мне еще подложил сюда с Вальберис заказ. Это мы на Вальберис Крокс детские заказывали. И купальничек с рукавами по локоть, потому что... Ну, в общем, это не Фаберлик. Он мне сюда подложил, я даже не заметила, когда он и успел. Далее, это я беру с собой в отпуск. Хочется поглубже очищать волосы. Спрея, кстати, солнцезащитного для волос у нас что-то нет. Не зашел он, наверное, у публики. Его сняли с производства. Значит, вот это вот очень классная линейка, которая супер, очень супер очищает голову. Вот после вот этой вот парочки, да, вот этого еще не было, скраба, а вот именно шампунь и маска, после них я ехала двое суток в поезде, и у меня была наисвежайшая голова. Я просто в шоке, ребят. Просто вот такое чувство, что я только что голову помыла. Значит, шампунчик у нас такой вот прозрачненький идет, да, такой вот густенький прозрачненький, черненький. Он идет с вулканическим пеплом. Артикул 7722. Просто отлично волосы очищает. Прям, знаете, такая чистота. Все вот эти вот, когда вот, особенно у меня бывает же много мероприятий, съемки и так далее, прям чувствуется, что этого шампуня в компании очень сильно не хватало. Вот, далее такая вот масочка, вулканический пепел, да, то есть так вот наносится на голову и ждете минут пять. Такой тоже кисловатый, очень приятный ароматик у нее. Что она делает? Она маска глина детокс для кожи головы и волос. То есть она идет с глинкой, очищает, тоже хорошо волосы дополняет, питает и так далее. А вот эта новиночка мне тоже очень понравилась, но, вы знаете, после него кожа головы такая интересная становится, да, такая проскрабленная, такая ровненькая, приятненькая, здорово. Артикул 7733. А он идет вообще как способ применения. Мы его используем перед использованием шампуня. Мы наносим необходимое количество скраба на влажную кожу головы, массируем легкими движениями, потом мы его оставляем на 3-5 минут и затем смываем большим количеством воды. Почему большим? Потому что там скрабинки, да, чтобы они все вымылись. И в заключение процедуры мы моем голову с использованием шампуня и рекомендуется применять один раз в неделю. Ну вот после любого мероприятия, когда на мне куча лака и причем в течение дня еще переделывают прически, это, конечно, необъяснимо классно, когда голова реально чистая, как будто тебе ничего в этот день не делали, прям свеженькая такая, хорошенькая. Далее это Катина линеечка. Забыла переправить количество, хотела взять по 5 штучек, потому что на ее волосы, которые по попу, сложно набраться шампуня, если честно. Артикул 7721. Вот для Катюшкиных натуральных некрашенных волос. Бальзам 7724, они очень нежные, суперские, запах очень приятный, консистенция такая непрозрачная, жемчужная, очень красивая, как вы видите. Вот, Катюшке зашло прямо, зашло вот эта линеечка. Вот, далее, конечно же, гигиенические прокладки, дневные, ночные. Это у меня, наверное, в каждом обзоре. Мама у меня забрала вот такой крем для лица увлажнения, уже израсходовала, ей понравилось. Я вот заказала еще ей на дневное. Дальше, детский крем, тоже заказала побольше, артикул 1645. Я вообще сегодня выставила все по одной штучке, чтобы, ну, не захламлять сильно стол одинаковой продукцией. Ну, с этим детским кремом мы делаем все. И массаж, и попку можем где-то помазать, и так далее, да. Дальше, значит, дезодорант для интимной гигиены, взяла его в дорогу, штука обалденная. Артикул 1628. Освежитель. Так, ну, это, скорее всего, так, весенние цветы. Да, я его брала на балкон, у нас там у кошечки туалетик стоит. Ну, мы, вообще-то, туалетик моем, но бывают казусы. Артикул 11810. Так, дальше. Гель для подмывания. Это моей Викузьке. Артикул 1644. Тоже идет 0+. Для новорожденных деток. Ну, и, как вы видите, целая батарея солнцезащитки. Это, конечно же, как же без нее. Три крема SPF 50. Потому что я очень белокожая. Мне сказали SPF 50 в начале отпуска. Хотя бы первые четыре дня пользоваться. Артикул 2121. И это не просто, кстати, SPF. Тут в составе идет Иновафте, О2. Это кислородный комплекс, который увеличивает содержание кислорода в коже. И усиливает защиту от излучения. Потом, значит, идет пчелиный воск. Который обладает мягким питательными действиями. Существенно замедляет процесс обезвоживания и старения кожи. Делая ее нежной, гладкой, эластичной. Далее, значит, витамины Е. Смягчают кожу, повышают защитные функции. Предохраняют от преждевременного старения. И разглаживают мелкие морщинки. В общем-то, нам это надо с вами, да? Обалдеть! Кошка пьет мой кофе. Представляете? Попила сейчас. Попила, лизнула и ушла. Пить дальше не стала. Ну, вообще, Алиса. Так, дальше, значит. И способ применения, конечно же, наносим. Ждем, пока впитается. И через 5 минут выходим на улицу. Вот. Также, значит, он делает кожу увлажненной. Предотвращает появление морщин. И надежно защищает от солнечных ожогов. В общем-то, это мне и нужно. Мне и Вике. Кстати, кидс только 30, SPF 30. Но Вика у меня не такая уж и маленькая. И первые 2 дня мы ей будем наносить 2-3 дня SPF 50. То есть, у меня есть 2 SPF 50, и я еще заказала 3. Потому что Антон тоже белокожий. Он очень белокожий. Мы все светленькие. Поэтому я думаю, что да. Тем более, в прошлом году мы никуда не ездили. Загар полностью позапрошлогодний, можно так сказать, смылся. И сейчас мне кажется, что мы в огромной зоне риска. Потому что мы ездили в Джубгу. Это Краснодарский край. Ну, где там какой загар. То есть, там особо никакого загара нету, как вот за границей. Артикул 2119. Вот. Кидс детский. Мы тоже взяли побольше. И вот про это я говорила. Про интенсивное увлажнение. Взяла 3 штучки. Но брать с собой решила 2. Потому что, во-первых, тяжело. Во-вторых, мы еще поедем в сентябре же от компании Фаберлик. За счет компании Фаберлик в Турцию поедет Антон, дочка старшая. И я. Мы едем втроем. Поэтому я думаю, что я израсходую за это лето эти средства. Вот. Они еще идут с таким охлаждающим эффектом. Вообще вот в жару просто кайф. Далее гель для мыла. Жидкое мыло с дынивым таким ароматом. 23,56. Ну, как же без детского мыла. Малинка. 23,88. Ну, а это наша любимая. Вы уже, наверное, к нему привыкли. 26,86,82. Смягчающая, да, с клубничным соком и молочными протеинами. Прям мне почему-то оно очень понравилось. Тоже в дорожку решила взять нам с мужем гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Нам его как раз вот хватает. Ну, мало ли где-то, да, что-то. Свежесть дыхания, штука классная. Артикул 16,79. Он еще идет с инулином. А инулин – это мощный пребиотик. Усиливается за счет избирательной стимуляции и рост метаболической активности хороших микроорганизмов на фоне сокращения числа плохих. А также гиалуроновая кислота. Потом, значит, дисахарид, который борется с неприятным запахом. Ну, в общем, нам это надо. Мы в дорогу все время берем. 100 млэ. Вот одного нам хватит. Да, то есть вот так вот. И какие-то вот где-то мероприятия. Я его тоже с собой в сумочку всегда беру. Единственный минус – он большой. Он большой. У меня есть такой маленький дозатор. Не помню от чего. Такой спрейчик тоже, да. Такой же его спрейчик. Я на какие-то мероприятия прям даже его в карман кладу и брызгаю в рот при необходимости, когда приходится общаться с большим количеством людей. Мы же сами не чувствуем, что у нас, как у нас, вот. Что, да, то есть я вот не понимаю, пахнет у меня изо рта или нет. Мне это вот по идее очень важно. А тут, видите, еще и микрофлору рта подлечивает. Я думаю, классно. Вот. Далее мыло для кухни, устраняющие запахи двух видов. Антибактериальный компонент в составе 3203. И мыло для кухни, устраняющие запахи идет. Весенние цветочки. Артикул 118.00. Оба нравятся, классные. Это у нас получается фигурная форма для оладий. Я долго думала, надо, не надо. Но потом думаю, раз я сомневаюсь, значит, надо заказать. Во-первых. Во-вторых, показать вам. Все равно покупка будет полезная. Поэтому мы в конце видео вставим вам, что мы с этим делаем. Значит, артикул 910.193. Ну все, ура, ура. Последняя шеренга. Концентрированный гель для стирки белых тканей 118.42. Все наши средства для дома биоразлагаем, экологически чистые, не наносят вреда окружающей среде. И людям вы должны это знать. Концентрированный гель для стирки для цветных тканей 118.43. Гель для стирки черных тканей 118.43. У него есть функция обновления цвета. Биогель для стирки 3 в 1 тоже нам понравился. Это классический биогель для стирки. Цветочный микс. Универсальный. Артикул 10.900. Концентрированный гель для стирки детского белья. Его я заказала, ребят, штук 6. Постоянно заканчивается. Вот что хочется сказать. У нас просто Вика ночью плавает. Еще до сих пор в связи с особенностями развития. Нам геля надо много. Вот. 115.15. Иногда два раза за ночь мы запускаем машинку. Так. Ультракондиционер для белья 118.55. Один из моих любимчиков. Так. Это идет 0+. Для Викуськи 118.56. Это мой самый-самый любимый 118.53. А это повтор. Повтор программы. Закончились средства для дома. Поэтому я по нескольку штучек и их еще заказала. Значит. 111.58. Крем для чистки металлических поверхностей. Биогель для очищения туалета. 10.898. Хвойный аромат. А этот вообще, по-моему, ничем не пахнет. Далее. Чистящий крем универсальный. Наша новинка. Вышла относительно недавно. 112.53. Понравилась. Всю квартиру им моем. Пятна выводить. И льем его прямо в машину. Для рук он осторожно. Он жгет ручки. Поэтому, если вы захотите вручную, то лучше спрей или карандаш. А вот этим лучше в машину сразу его. В барабан. Артикул 111.62. Ну и наше средство для чистки духовок и плит. И микроволновок и так далее, и так далее. И труп. Артикул 111.19. Дальше. Отбеливатель кислородный. Экстра вайт. Безупречная белизна. В компании, в линейке Home Gnome Greenlee, к сожалению, нет отбеливателя. Есть только пятновыводитель. Поэтому я отбеливатель заказываю в Faberlic Home. Очень хороший отбеливатель. Артикул 328. Шикарный. Он идет как порошочек. Давно уже вам не открывала, да, не рассказывал ничего. Ну и моя любимая линейка для жесткой воды. Белье мягкое, белье классное, белье приятное. Прям кайфую от нее. Можно так сказать. А биопятновыводитель. 119.19.84. Стиральный порошок для белых и цветных тканей. Так, вот тут я все время забываю. Вешу у него артикул. А, 800 грамм. Артикул 118.91. Он идет концентрированный. Обязательно биокапсулы для посудомоечных машин. Я опять взяла 5 пачек, потому что их тут всего 20 штучек. А 20 штучек, это говорит о том, что нам это, если мы по 2 раза в день запускаем, нам это на 10 дней. Если мы 3 раза в день посудомойку запускаем, а у нас семья большая, у нас бывают и завтраки, и обеды, и ужины. И чаще всего мы запускаем 3 раза в день, то это, ребята, 3 штучки в день. 20 капсул делим на 3, на сколько дней хватает. Поэтому 5-6 штук, 8 штук, у меня было 10 штук, как-то раз я заказывала, все заканчивается. Далее 26 стирок. А, это стиральный порошок для стирки в жесткой воде. Артикул 118.92. 800 грамм. Ну все, все, мои дорогие. Спасибо за внимание. С вами была Конова Аня. Это мой обычный заказ, то, что нужно в дом, полезные и новинки кофе. Так, ребят, смотрите. Значит, мы намешали, получается, тесто. Тут идет на наших коктейлях велнос и так далее. То есть мы все делаем п-п-п. И мука какая? А тут нету муки. А тут нету. Велнос только. Ага. Вот. И, значит, накрываем сковородку диаметром, я так понимаю, это сковородка 36 сантиметров, да, Марин? Или сколько она? 24 сантиметров маловато. Нет, 24 сантиметров. Нет, 24 сантиметров. Потом идет сколько? 28 сантиметров. Это 32 сантиметров. Или 36 сантиметров. Ага. Ну, в общем, не знаю точно диаметр. Но у этих диаметром получается 23. Значит, это 23. Диаметр без ручек 20 сантиметров. Нет, диаметр идет вот поэтому. А, поэтому. Ну, вот тут, значит, 23 вот как раз подходит. То есть мы вот таким образом кладем, я так понимаю, да, и наливаем. Вот мне интересно, а как их переворачивать, например, в этой форме? Целиком в форме? Да, они же немножко будут, ну, они же запекутся, и они уже не будут выливаться. Ага. Жарим мы без масла, я так понимаю. Без масла, конечно. Но сковородка антипригарная наша. Так, ну, смотрим. Я думаю, зеленые можно и не тестировать после этой, да. Просто увидите принцип. Ну, прикольно, когда что-то интересненькое. Да, чуть-чуть у нас за орбиты вышло. Не подрасчитали. Вот тут, видите, уплыло. Ну, посмотрим, что там. Так, проблема перевернуть. О, Господи. Ну, посмотрим, что получится. Да, давай обратно ставить. В общем, честно признаться, это у нас уже второй заход. Первый заход у нас не особо хорошо получился. Еле мы от формы все это дело отодрали. В общем-то, подгорело это не подгоревшее. Это сильно поджарившееся из-за того, что мы из коктейля Wellness пекли. Сюда мы уже для того, чтобы пропеклось и стало лучше и удобнее, мы уже добавили муку и масло на сковородку, да, будем откровенными. Ну, и получается, если делать на масле, то вкусно и быстро. Ну, что хочу сказать, ребят, самое тут интересное, то, что нужно, я не знаю, каким образом, но нужно рассчитать порцию, чтобы не получалось вот так. Угу, как вы понимаете. Оно так получится в любом варианте, если вы где-то что-то чуть-чуть не подрасчитаете. Видите, оно вытекает, оно не очень красивое. Это надо приноравливаться. И плюсом ко всему, вот на большую семью, у нас семья 7 человек получается, наготовить таких штучек вот на таких вот желтеньких, да, ну, она такая, видите, не особо у нее хороший вид, но если на них наготавливать, то я не знаю, сколько часов это займет. То есть, если это готовить, я так понимаю, на четырех сковородках сразу, с четырьмя такими штуками, все точно рассчитывать. В общем, я не могу сказать, что это интересно для нас, да, то есть, но, если честно, прикольно. Прикольно, красиво получается, но тяжеловато, конечно, подобрать. Ну, и плюс ко всему, если вы будете делать не ПП, а чисто на муке совсем, они будут абсолютно другие, они будут классные. Мы просто решили попробовать ПП, как видите, вариант не очень-то удался, вот. Ну, так мы довольны, но пекли мы, конечно, долго. Мы пекли, пропекали долго. В принципе, вот рассчитать, если пропорцию, вот столько, сколько нужно, чтобы вот не было таких вот вытеканий, как у нас, тогда будет красиво.